Привет, друзья! Вот мой друг, художник Хаджимурат Алиханов, он мне сказал как-то одну фразу. Он говорит, самое главное, название картины. Вот, например, говорит, пятно случайно сделал на холсте. Назови. Пятно. И когда форма соответствует содержанию, получается чудо. Ну вот, смотрите, я делал-делал картину, с вами советовался. Вы мне советовали там поправить, здесь поправить, здесь тоже советуют. Давайте. Это мы выходим в коллективный разум, так называемый мой формат, который я изобрёл. Где не получается такой ярлаш, когда советы, наоборот, мешают, а наоборот, я их взвешиваю, принимаю решение, и получается шедевр у нас совместный. Мы таких сделали несколько уже. Они у меня в книге опубликованы, в последней, которые вы могли смотреть. Так вот, вопрос в том, что здесь я посмотрел на картину, в прошлый раз мы её с вами рисовали, я потом посмотрю, слушайте, назовём её привидение. Посмотрите, какая вещь. Глаза сейчас поправим, пишите там комменты, советы давайте, что улучшить, что прибавить, что убавить. Сейчас я кисточку возьму, и мы это сделаем. Я хочу вам сказать одну вещь. Дело в том, что у нас сейчас будет ликбез. Мы сейчас нам согласуем время, я сделаю объявление, бесплатный ликбез регулярный, который мы проводим раз или два раза в месяц. Приходите туда побольше людей, потому что это будет неповторимый ликбез, потому что там будет дано такое. Ну, короче говоря, вы узнаете, что там будет дано. Это будет просто такой чудесный. А, сейчас ещё. Вот так. У меня главное глаза, чтобы глаза были хорошие. Так. Так, кто-то мне советовал в прошлый раз, чтобы я сделал взгляд немножко такой, ну, как бы вверх смотрит, как бы вот так. Вот так. Ещё немножко. Так вот, ликбез будет. Просто потрясающий. Так. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Просто смелее рисуйте всегда, друзья. Берите, рисуйте смелее. Бояться нечего. Я обычно учу рисовать такой фразой. Чем больше ошибок, тем богаче картина. Как ковёр. И когда человек знает, чем больше ошибок, он старается делать больше ошибок, перестаёт бояться, и начинается, и начинается именно поток. Главное, краски так положить, чтобы потом их не искать. Да, ну, мне лень сейчас ходить, искать, чтобы не отрываться, но, знаете, просто это правило. Краски искать не надо, они должны быть перед глазами, чтобы вы из потока не выскакивали. Так, ещё раз немножко здесь, итак, так, мы должны здесь, нет, 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 одной краски не хватает, одной краски не хватает, чёрной краски не хватает. Всё равно придётся за ней пойти. Видите, я из потока выскакиваю. А вы пока смотрите, где добавить, чё добавить, ручки, видите, у него какие? привидения, привидения, привидения. И рассматривайте пока другие картины, видите, колёса вращаются у ангела-велосипедиста. А там ещё одна картина, где она смотрит на гномика, а у него там над головой, ну, как это, не венец, а как это называется над головой, нимб. И вот, остаётся 2-3 минутки, и я за это время сделаю. Тот глаз такой, вот этот вот, который от меня справа, шикарный получился, а этот такой замазанный, поэтому мы его сейчас чёрной краской нет, нет, не получается. Ну, что же оно такое, а? Что же такое не получается? Страдания, муки, творчество, ну, такой кайф, потому что я знаю, точно получится. Вот это ощущение я получил за счёт идеомоторных упражнений, когда я стоял, делал так, что руки расходятся, я мечтал, что рисовать буду только шедевры, и вдруг у меня страх исчез. Хочешь рисовать шедевр или свой, кто тебе мешает? Да, блог этот был, а потом я стал художником, и много выставок сделал, и вы будете художниками. О, уже начинается, начинается. Ну, короче говоря, так, ниб над головой, мы его вот так вот обозначим, так. Короче говоря, смотрите, добавляйте комменты. У нас будет ликбез, а потом вебинар. На ликбезе я покажу нечто такое, отчего вы потом будете в положительном потрясении, а вы будете это потом использовать в жизни, когда у вас трудные моменты для того, чтобы решить свои вопросы. А потом будет и вебинар, где еще покажут кое-что, потому что я не могу на ликбезе за это короткое время все вместить. Понимаете? А вебинар нам нужен для чего? Чтобы люди, которые поняли, которые хотят дальше развиваться, пришли, а не всякие посторонние люди, которым это вообще и не нужно. Но таких людей не бывает. Все хотят получить вот это, то, чего нету в интернете вообще и никогда не было. И вы это получите. Итак, вот так, вот так. Добавляйте к приведению то, что считаете нужным. Итак, сегодня-завтра будет объявлен час бесплатного ликбеза. Я вам рекомендую. Ей-богу. Я тот человек, который, как говорится, слов на ветер не бросаю. До встречи. До встречи. До встречи.